всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на вопрос как лучше экспортировать мультитрек из logic под мультитреком имеется ввиду экспорт исходников то есть всего что есть на дорожках в первозданном виде потому что как вы знаете у нас могут что-то записано быть не одним дублем то есть какие-то отдельные фразы в разное время даже мог быть записаны и на жестком диске они хранятся в виде маленьких отдельных кусочков аудиофайлов поэтому что-то доставать из папки аудио проекта конечно же не имеет никакого смысла потому что с этим материалом сложно будет работать его нужно быть вручную расставлять и так далее поэтому гораздо проще сделать просто экспорт из лоджика то есть не bounce то есть не путать это с баунсингом всего проекта через мастер шину с эффектами а именно экспорт всех дорожек одновременно сразу замечу что такой экспорт не предполагает запись send эффектов и мастер эффектов то есть если вы просто такой вопрос тоже неоднократно задают подписчики неоднократно задают пользователи ученики как вывести разом все эти стены так чтобы в них еще был записан и реверы то есть какие-то посылы и мастер эффекты то есть компрессия на мастере еще какие-то эффекты вот например у меня здесь в этом проекте стоят на мастере некие эффекты и вот чтобы они записались сразу скажу к сожалению это невозможно то есть если вы хотите каждый файл каждую дорожку вывести со всеми эффектами которые прилагаются к нему то есть посылы на какие-то реверы и мастер эффект то кроме как солировать каждую дорожку и выводить ее отдельно через обычный баунс то есть команд by через такое меню у вас не получится то есть придется вручную каждую дорожку солировать и выводить но честно скажу с практической точки зрения я не совсем понимаю для чего это нужно такой экспорт то есть как потом использовать эти получившиеся дорожки совместно точно не представляет есть только отдельно там вывести например вокал с эффектами там для того чтобы куда-то там в ремикс отправить это еще хорошо но весь проект таким образом экспортировать смысла я точно не вижу но если нужно извлечь исходники для этого есть очень хорошая команда под названием экспорт то есть мы можем выделить те треки которые нам нужно в данном случае я хочу вывести вот эти все аудио треки с вокалами то есть у меня вот здесь есть дорожка с вокалом минус мне не нужен потому что я хочу отправить это клиенту которую так этот минус есть смысл ему нужны уже обработанные вокалы выровненные и соответственно нужно ему отправить выделив эти треки нажимаю команд и либо еще можно нажать файл экспорт севентрекс с аудио файл все ты это есть та же самая команда команд я тут здесь число 7 потому что у меня сейчас выделено 7 треков если было больше то соответственно цифра была другая выбирая эту команду открывается вот такое окно здесь вы можете выбрать куда собственно сохранить эти файлы и далее у нас важные такие пункты идут первое у нас стоит меню range trim sales at file and что это значит это значит что у нас будет все экспортировано от нуля то есть от самого начала проекта и до тех пор когда звучит последнее слово последний звук последние ноты на этой дорожке то бишь вот эта дорожка и лвок сверхс экспортируется у нас досюда весь она будет от начала до сюда а например вот это и лвок скорость у нас экспортируется от начала до вот этого момента то есть таким образом у нас сами дорожки будут разной длины но поначалу они будут синхронизированы то есть если человек возьмет эти мульти трек и закинет в новый проект они будут относительно друг друга синхронизированы но при этом у нас не будет от этой тишины здесь то есть она будет просто здесь файл будет заканчиваться то есть это нужно если вы хотите сэкономить место на жестком диске не выводить просто лишнюю тишину которая у вас здесь до конца проекта присутствует для этого есть эта команда trim silenced file and также можно выбрать экспорт cycle range он ли то есть вы можете поставить здесь цикл например экспортировать не от самого начала например только там с какого-то такта по какой-то так то есть определить конкретно границы откуда будут исходники экспортированы но такой тоже на бывает нужно когда не надо прям весь трек от начала до конца только какой-то конкретный фрагмент экспортировать например для того же remix или еще чего то то есть тоже полезно знать что это есть такая функция и также у вас конечно в преды при этом варианте у вас все файлы будут одной длины от начала до конца независимости от того если что-то в них или нет также если у вас что-то заходит за рамки цикла то это будет обрезана но я думаю ты так понятно и принципе здесь и думал логично extend file length project and то есть у вас будет файл все дорожки выведены от самого начала до вот этого маркера конца проекта то есть вот досюда вас будут все опять же одной длины выведены файлы опять же в этом нет никакого смысла с точки зрения размера файлов то есть лучше все выбирать этот пункт rim silence от file and далее тут можно формат выбрать думаю с этим все понятно здесь можно экспортировать в нужном битовом разрешении то есть можно выбрать даже 32 бит если это нужно далее у нас стоит галочка bypass effect plugins то есть у нас кстати это плагины например на самом на самих треках как антиквализация компрессия и так далее если вы не хотите это вводить то есть вы хотите чистые исходники вывести как они были записаны то эту галочку нужно обязательно поставить таким образом у вас все эффекты которые стояли на треках они у вас будут как бы выключены это обязательно если вы хотите применить эффекты то есть вы хотите отдать уже обработанные вокалы 100 эквализации которые вы сделали с компрессией ну либо там не вокал и другие партии то эту галочку ставить не нужно также это касается громкостей то есть вы какой-то баланс поставили по панораме и по громкости и вы хотите чтобы тот человек кому вы отправляете сохранил этот баланс и увидел его у себя тогда обязательно поставьте галочку include volume pen automation то есть тогда в эти файлы запишется значение громкости как вас стояла здесь и панорамы далее у нас есть нормализация здесь стоит урал от протекшен он ли по умолчанию то есть у вас лоджик будет смотреть не перегружает ли какой-то из этих регионов если вдруг перегружает он в момент перегрузки будет делать лимитирование то есть не давать клипировать этому файлу но это бывает очень редко когда нужно я советую никогда не доводить до клипирования в принципе и если это есть то как-то устранить самостоятельно а лоджику все-таки в нормализацию поставить в of то есть выключена и не делать нормализацию вот и здесь вы можете здесь внизу в нижнем меню указать формат скажем так именовки файла то сейчас вы видите у меня здесь есть трек name то как он назван здесь в проекте и кастом то есть кастом это я например могу добавить слово эдитит эдит от поставить пробел и вот ко всем вот этим треком у меня добавится слово эдит от то есть или я могу при дату поставить или еще что-то также здесь уже тоже готовые шаблоны то есть номер трека вы можете перекинуть сюда и вот видно что у нас к нашему конечному файлу к имени добавился еще номер трека то есть видите 2 3 4 5 и так вот каждый трек выведется это тоже удобно если вы хотите чтобы человек не запутался в порядке там приоритетов при важности то есть тоже это нужно иметь ввиду то же самое здесь касается временных каких-то обозначений даты месяца там дня времени даже то есть все вообще можно указать сюда перекинуть и у вас все это будет записано автоматически для каждого каждой дорожки то есть не нужно записывать это каждый раз для каждой дорожки по-своему ты сложишь все сделать сам по тому шаблону который вы вот здесь зададите то есть я думаю что здесь тоже все понятно но и все просто нажимаете экспорт и у вас все экспортируется соответствии с теми параметрами которые вы здесь указали ну что ж думаю с этим все понятно попробуйте обязательно это на практике если еще не раз так не делали часто бывают ситуации когда это действительно бывает нужно ну что ж с вами был дмитрий урсул если у вас будут еще какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях и на самые интересные я уже как вы знаете обязательно запишу видео увидимся в следующих видео уроках всем успехов